всем привет наша следующая задача это добавить возможность регистрироваться для пользователей вход на сайт выход из сайта перед тем как мы перейдем собственно к реализации посмотрим как это должно будет выглядеть со стороны посетителей то есть посетитель зашел на сайт он видит здесь навигацию кнопочку войти дальше при клике либо выскакивает какое-нибудь модальное окно либо здесь я сделал просто переход на страницу логин на этой странице мы предлагается ввести свои данные дальше посмотрим клиентский код я старался делаться как можно более простым все-таки наша задача но у джесс осваивать здесь вот он то есть человек вводят логин пароль этот логин пароль отправляется на сервер дальше зависимости от ответа сервера если 200 то отлично перенаправляем человека на сайт например на страницу чата если чт-3 то возвечивается ошибка в данном примере страниц регистрации будет объединена со страницей входа то есть если вводится новое имя посетителя то такой посетитель регистрируется если вводится уже существующее имя то проверяется пароль после входа на сайт будет здесь появляться возможность выйти из сайта ну не будем забегать вперед а посмотрим на код к этому выпуску я немножко переписал те роуты которые были раньше теперь каждый get будет подключать соответствующий модуль и вызывать его метод get соответственно корневая страница будет обрабатываться модулем front page он очень простой вот такой и аналогично остальные страницы логин чат все они сейчас просто рендер шаблон сами шаблоны тоже особо не изменились front page чат простейшие шаблоны пока что и шаблон логин который содержит необходимый клиентский код а серверный мы сейчас будем писать соответственно первая задача это сделать так чтобы когда посетитель входит на страницу логин и забивает что-то форме то при посте на вот этот url мы могли его авторизовать для этого создадим обработчик апп.пост при посте на логин будем подключать пост этого модуля модуль вот экспорт спост первая наша задача это получить данные которые передал посетитель это юзернейм которая будет в рек точка боди точка юзернейм и password вообще рек точка боди это не стандартное свойство но ранее мы подключали middleware боди парсер внутри апп вот он и так как боди парсер подключен до роутера то к моменту когда роутер работает боди парсер уже гарантированно прочитал все пост данные разобрал их и записал поля формы в соответствующие свойства рек точка боди далее для авторизации необходимо проверить если у нас такой посетитель для этого мы подключим модель юзер и поищем соответствующего посетителя в базе данных здесь я ищу используя только имя пользователя потому что по паролю я в базе данных не могу поискать как мы помним пароль в базе данных не хранится там хранится специальный хэш а логика проверки пароля вынесена в модель юзер вот она check password соответственно если юзер найден тогда если у него верен пароль то можно обработать успешную авторизацию если же пароль не верен то это будет ошибка 403 если юзер не найден то можно было бы тоже ответить 403 но в этой реализации мы автоматически регистрируем нового юзера сохраняем его если в процессе возникла ошибка тогда значит это вообще капитальная ошибка мы с ней ничего не можем сделать return next r передаем ее экспрессу пусть экспресс не дальше разбирается скорее всего это будет 500 ну а при успешном сохранении мы опять же обрабатываем 200 ok успешной авторизации теперь посмотрим как нам лучше организовать этот код здесь где 200 ok должна быть привязка этого посетителя нового либо вот найденного в текущей сессии это можно сделать вот так session user равно user.id то есть в сессе запомнить его айдишник так что при следующем заходе мы автоматически его получим кроме того ответить 200 ну это просто мне конечно хотелось бы избежать дублирования кода то есть не писать одни и те же операторы здесь и здесь поэтому мне видимо придется создать отдельную функцию для этого ну или сделать что-то еще кроме того в этом коде есть один недостаток важный если вы посмотрите на него внимательно то вы его очень легко найдете это просто ошибка в коде посмотрите нажмите на паузу и мы продолжим нашли думаю что да вот она ведь при любой такой асинхронной операции возможны ошибки их обязательно нужно перехватить если мы пишем код просто на колбеках то очень легко просто забыть об этом самое неприятное в этой ситуации что если мы все-таки забыли обработать ошибку то остальное код как-то сработает и что он в этом случае натворит одному богу известно поэтому вместо того чтобы писать код вот так вот на простых колбеках мы будем использовать библиотеку асинг она нам позволит во первых лучше организовать вот эти вот кусочки а во вторых снизит вероятность таких вот ошибок и так я подключаю библиотеку асинг метод который нам понадобится называется waterfall он получает массив задач и выполняет их одну за другой первая функция всегда имеет только один аргумент это колбек колбек генерируется асингом и когда задача завершится то она обязана вызвать колбек колбек с первым аргументом ошибкой либо с дополнительными аргументами результатами если ошибка есть то сразу управление идет сюда если же ошибки нет то вот эти вот аргументы передаются в следующую функцию ранее у нас был похожий метод асинг . series в series эти аргументы не идут следующую функцию а запоминаются и потом в массив результатов попадают в waterfall напротив результаты переходят из одной функции в другую отсюда вот сюда отсюда вот сюда отсюда вот сюда в конечную функцию давайте посмотрим как это будет выглядеть применение к нашей задаче асинг . waterfall первое то что нам нужно это вызвать user find one вызываем его и затем по завершении поиска пусть вызовет колбек после этого управление передаста вот сюда первый аргумент будет если найдено то юзер если не найдено то соответственно будет нал если произошла ошибка то она попадет сразу вот сюда вот дальше здесь проверяем если юзер найден то отсюда прям берем проверяем пароль при успешной проверке передаем этого юзера дальше по цепочке а при ошибке можно сразу же ответить извините ошибка 403 ну ответами у нас обычно заведует экспресс поэтому делаем так next и дальше new http error вторая ветка если юзера нет тогда создаем его отсюда тоже копируем при успешной операции передаем этого юзера дальше ну а здесь в конце если была ошибка то до свидания а если ошибки не было то наконец завершаем авторизацию в сессию мы запишем айди этого юзера именно айди потому что сам юзер это сложный объект а сессия хранится в базе данных и ответим можно ответить вот так главное статус 200 а можно отправить какой-нибудь объект в некоторых других реализациях авторизации это может быть объект с информацией о пользователе и так давайте посмотрим что из этого вышло почистим немножко этот код и запускаем теперь при нажатии кнопки войти будет осуществлен вход и дальше в базе данных посмотрим что тут есть db users find появился новый посетитель автоматически сгенерированный с именем name и вот таким вот айдишником и кроме того db sessions появилась сессия я специально очищал таблицу сессии заранее чтобы в ней была только одна чтобы нам ясно ее видеть в этой сессии находится в поле юзер как раз этот айдишник мы его приписали и в дальнейшем когда этот же посетитель будет загружать новые страницы то автоматически будет установлена сессия и по сессии мы сможем понять какой это посетитель по его айди и загрузить его из коллекции перед тем как продолжать давайте еще раз внимательно взглянем на код здесь при вызове пост происходит действие которое касается авторизации и действие которое касается вывода ее результатов в данном случае код получился достаточно небольшой и в принципе можно его оставить так с другой стороны в реальных приложениях вы возможно захотите его отдельно протестировать или в целях лучшего повторного использования решите отделить одну логику от другой то есть по-хорошему нам нужно не вот этого длинная простыня а нужно что-то вот такое достаточно простое очевидное user authorize вот тебе юзер имя пароль пожалуйста соверши авторизацию и верни нам результат если ошибка то обработаем так а если все хорошо тогда отвечаем и так скопируем этот код и перенесемся в модель user здесь у нас схема и методы но эти методы относятся к экземплярам модели то есть если я делаю нового юзера то нового юзера есть метод check password а мне нужно просто user . authorize для того чтобы сделать такой метод мне нужно его задать через схема . statics и вставим в этот метод перенесенный код здесь асинг waterfall тот же поэтому нам понадобится асинг кроме того здесь используется юзер а юзер переменная здесь не объявлена я могу либо ее объявить вот здесь вот сделать свар юзер вот либо как альтернатива когда я запускаю такой метод то здесь как раз ссылается на юзер дальше в принципе все нормально следует изменение это htp-error вот эта логика это метод user . authorize он по идее не должен генерировать htp-error и поскольку он про htp ничего не знает задача этого метода производить авторизацию и ошибка которую он может выдать касается конкретной авторизации соответственно как бы назвать ну назовем ее author-error и объявим прямо здесь же в этом модуле соответственно мы делаем свою собственную ошибку по тому же образцу как она была объявлена вот здесь берем вот это вот можно прям скопировать и поменять название аус рор она будет более стандартная просто обычный message без статуса вот так соответственно вместо next у нас везде callback будет и наконец последние изменения результат авторизации мы теперь не обрабатываем прямо здесь а передаем его наружу во внешний callback в зависимости от результата авторизации если эта ошибка и если это author вот я импортировал выше то это означает 403 отказ авторизации если же какая-то другая ошибка то как раньше передаем ее экспрессу скорее всего это ошибка база данных или что-то в этом роде это изменение структуры кода безусловно полезно но она не видно снаружи давайте сделаем что-нибудь что будет визуально наглядно например выведем айди посетителя при заходе вот сюда в чат для этого самый простой способ это просто передать переменную user id react session user и вывести ее в шаблоне например вот так давайте запустим проверим ну вот все выводится но конечно же мы не хотим вывести user id на самом деле мы хотим вывести полноценную информацию о юзере ну хотя бы его имя знать нужно самый простой способ это сделать это добавить необходимый функционал прямо сюда в chat.js find by id как то так с другой стороны объект user вообще говоря имеет достаточно глобальный смысл он может понадобиться на разных этапах обработки запроса поэтому мы будем его вовсе не здесь устанавливать а записывать в reg.user при помощи специального middleware и здесь просто использовать наш middleware будет называться load user он будет встраиваться в цепочку обработки запроса и загружать юзера непосредственно перед роутом вот так он может выглядеть если у нас юзера нет тогда просто продолжаем выполнение а если есть то получаем записываем в свойство reg и тоже идем дальше вставляем middleware app.js для того чтобы он работал ему нужно чтобы уже была готова сессия поэтому обязательно после сессии и перед роутами но куда конкретно уже не так важно например сюда теперь вносим эту информацию в чат .js запускаем ура работает сейчас переменная юзер используется только в шаблоне чат но вообще говоря каждый шаблон должен иметь доступ к этой переменной хотя бы для того чтобы здесь в навигации указать выйти вместо войти соответственно где у нас эта навигация она здесь паршелс нужно ее изменить например вот так вошедшим юзером мы будем показывать ссылку на чат далее если юзер вошел в сайт то ему показывается ссылка выйти если же он не вошел тогда войти здесь для того чтобы выйти я использую вот такой javascript код создается форма которая динамически отправляется на логаут конечно же в реальной жизни желательно так вот javascript в html не засовывать но здесь я это делаю потому что стремлюсь как можно проще делать клиентский код все-таки цель этого скринкаст это именно ноут джес поэтому вот так вот для наглядности в любом случае обратите внимание что изменение состояния авторизации осуществляется методом пост ни в коем случае не get то есть не такая вот ссылка логаут потому что есть много подводных камней самое главное то что даже стандарт http говорит о том что любые изменения состояния должны быть методом пост и аналогичными метод get предназначен только для получения данных так что вот так вот совместим форму про вот этот вот экшен поговорим чуть позже сейчас некоторые изменения которые сделают так что переменная юзер станет доступна во всех шаблонах том числе и вот в этом вот паршале сделать это очень просто есть специальное свойство рез . locals все что мы запишем в этот объект будет доступно всем шаблоном вот так я записал и теперь в чат .js я могу явным образом это не присваивать все равно все будет доступно так давайте я перезапущу и посмотрим о выйти следующий этап это реализовать этот самый логаут в виде роута для этого я создам пост на логаут и новый модуль логаут .js он очень простой если идет пост на логаут то мы уничтожаем сессию такой специальный метод у объектов сессии есть и дальше перенаправляем посетителя на главную страницу запускаем проверяем выйти так в чем дело давайте посмотрим а дело вот в чем переменная не определена reference error она не может найти переменную юзер ну понятно почему она не может найти если посмотреть здесь вот нашло от юзер то в том случае если человек вышел из сайта то есть сэшн юзер нету то мы передаем управление дальше при этом а юзер вот сюда вот не попадает соответственно нам всего лишь нужно сделать так чтобы юзер всегда был просто если посетитель не вошел то юзер будет нал так что давайте сделаем вот так вот перезапускаем проверяем еще раз ну вот вышел вышел и так у нас есть авторизация совмещенной с регистрацией с удобным доступом к информации о посетителе в шаблонах и последний шаг этого выпуска это мы сделаем так чтобы страница чата была закрытой то есть доступны только для зарегистрированных посетителей самый простой способ это конечно же вставить проверку на рек точка юзер сюда но вообще функционал закрытия страниц может нам понадобится много где поэтому давайте оформим его в виде middleware middleware будет называться check out и вот его код в отличие от предыдущих middleware о которых мы говорили этот middleware нужно встроить не на уровне всех запросов а на уровне конкретного роута это дает возможность сделать up .get в любой роут можно вставить сколько угодно middleware например вот так вот просто check out теперь при заходе на чат будет вызвана проверка авторизации не только если этот middleware передаст управление дальше а не передаст вот так вот с ошибкой в обработчик ошибок то вызовется get модуля чат запускаю проверяем у меня сейчас не авторизованный посетитель ну-ка чат о ошибка в дальнейшем мы сможем использовать этот middleware в каких угодно роутах которые нужно защитить и так на этом основной функционал связанный с авторизацией завершен конечно же его можно наворачивать можно оставлять интеграцию со всякими гмейлами можно делать авторизацию регистрацию отдельно и так далее в частности в ноут же есть отличные модули для этого например модуль паспорт gs вот так можно посмотреть который предоставляет как раз интеграцию со всякими джимаилами фейсбуками и так далее при необходимости вы сможете с этим справиться самостоятельно а мы пойдем дальше в следующих выпусках мы уже будем использовать авторизацию которую сделали сейчас